Если коротко, то да, всему пришел конец. Не так уж много времени потребуется, чтобы все пришли к этому выводу. Но факт остается фактом. Россия побеждает по всем фронтам. Военными на поле боя. Политически стоит только взглянуть на развал европейской политической системы и продолжающейся деградации администрации Байдена здесь, США. И экономически. Россия перевернула ситуацию, санкции бумерангом ударили по США и Европе. Экономика России в порядке. Если взять все три аспекта вместе, нет ничего, что могло бы изменить направление развития каждого из этих аспектов. Россия побеждает. И будет развивать победу. На поле боя. Европейцы. Джонсон выбыл. Драги выбыл. Можно просто подождать, пока они все не вылетят. Большая семерка отходит в историю. Байдену остается еще два года, ну а демократы уже на вылете. Придумайте такой сценарий, который позволил бы демократам удержать Сенат и Нижнюю Палату. Я спрошу вас, что вы курили. Что Россия успела достигнуть? Что она собирается достичь? Намерены ли они дальше продвигаться вглубь Украины? Или же они достигли всех своих целей? Нет, цели меняются. Россияне заявляют, как я и говорил в прошлый раз, чем больше оружия мы поставим Украине, тем большую цену заплатит и Украина, и Запад. Вчера российские представители заявили, теперь вопрос не ограничивается одним лишь Донбассом. Вся территория, которую мы занимаем, никуда не вернется. Она принадлежит нам навсегда. Это Херсонская и Запорожская области. И мы будем продвигаться дальше. Это будет означать Одессу. Каждый, кто сомневается в судьбе Одессы, должен понять, что этот город навсегда станет частью Российской Федерации. Русские не остановятся и займут этот город. Возможно, они займут и Харьков, возможно, и Днепропетровск. Этого мы пока не знаем. Но в целом россияне сказали. И нам дали понять ранее на этой неделе, когда украинцы начали применять РСЗО «Хеймарс» с большей дальностью и точностью поражения, чем иное вооружение Украины, начали применять не только против военных российских целей, но и против жилых районов Луганска и Донецка. И Россия заявила, мы не можем завершить конфликт на Донбассе, мы должны будем расширить наше военное присутствие, чтобы выгнать украинские силы дальше, и их средства не могли достигнуть жителей Луганска и Донецка. Это может быть за 80 или 100 километров от границы. Но теперь разговор заходит еще дальше. Теперь речь идет буквально о расформировании украинского государства. Планирует ли Путин занять Киев столицу? Я так не думаю. Мне кажется, он бы предпочел столице, скажем честно, послушное правительство, марионеточное правительство, пророссийское правительство. Но должно ли оно быть пророссийским, или же по-настоящему нейтральным? Ведь он не допустит независимого или прозападного государства на своей границе. С гражданами, питающими такую враждебность к России. Он этого просто не потерпит, я ведь прав? Правы. Но знаете, мы можем говорить сейчас о враждебности украинцев в отношении России, но враждебность есть только пока они могут себе позволить такую роскошь питать эту враждебность. Такой роскоши у них вскоре не будет. Вы питаете враждебность, но только себе на погибель. Не хочу никого пугать, но России надоело играть в игры. Они говорили, Путин недавно сказал, я еще даже не начинал. И россияне говорят, мы начинаем применять болезненные средства. Помните, как говорили, у русских заканчиваются боеприпасы? Да нет. У них есть системы калибр, и когда они работают, все сказали, что это производит впечатление. Они начинают вводить в работу 305Е, высокоточные самонаводящиеся системы, о которых раньше никто ничего не знал. И русские говорят, у нас их полно. Продолжаем ли мы снабжать украинцев тяжелой техникой? Наш друг и ваш коллега, полковник Дуглас Макгрегор, говорил, что да, мы снабжаем. Поставка наших складских запасов прекращена, теперь мы поставляем им новое оружие, которое закупалось в целях обороны нашей страны. Так что те суммы, которые одобрил Конгресс, уйдут на счета военных заводов взамен поставок для нас самих, так как недавно произведенное вооружение, теперь на Украине, или на пути туда. Оружие уже там? Или мы в процессе поставки? Иными словами, поставки когда-нибудь прекратятся? Или Байден будет продолжать поставлять Украине вооружение, в результате чего украинские солдаты будут продолжать погибать? Нет, все это продолжается и будет продолжаться. В этом и был смысл. Ленд-лиза. Конгресс будет продолжать выписывать все новые чеки в целях поддержания конфликта, пока американские города умоляют Конгресс о деньгах, которые помогли бы справиться с настоящими проблемами, здесь у нас. Нет, мы будем продолжать тратить десятки миллиардов на Украину, хочу обрисовать перспективу. Хаймарс, вооружение высшей категории, ракетная система залпового огня. Как я знаю, мы поставляли украинцам 6 тысяч ракет. И, кстати, большую часть россияне уничтожили еще в пути, и их не смогли ввести в бой. Но это треть от наших запасов. Треть. Если нам предстоит война с кем-либо, и нам потребуется задействовать большую огневую мощь, чтобы помочь нашим солдатам выжить на поле боя, для этого такие системы и предназначены. У нас нет ракет. Простите, что перебью, когда вы сказали треть от запасов, вы имеете в виду, что теперь наша армия недоукомплектована? Да, только это имеет значение. Надо завершить эту мысль. Думаю, вы согласитесь. Вы сами подводите меня к этой мысли. Джо Байден подрывает безопасность нашей страны, отправляя жизненно важные средства обороны нашего государства. На Украину. Да, это произошло с Джавелинами, и теперь то же самое с Хаймарсами. Мы источняем запасы, которые нам понадобятся самим, чтобы сражаться и победить. Сразу уточню, как бывший морпех. Я не хочу участвовать в войне, в которой мы не собираемся побеждать. Не хочу вступать в бой, и вдруг мы все погибли. Как жаль. Если отправили воевать, так лучше уж победить. А значит, должны обеспечить снаряжением, которое мне потребуется, для применения доктринальных тактик и операций, которыми меня огучали. Джо Байден все разбазарил. У нас сейчас не хватает снарядов для Хаймарсов, для поддержания современного боя с противником на вроде России. Все наши крабы американцы твердят, отправляйте наши войска, мы им покажем. Нет, не покажете. Вы покажете им, как наши солдаты возвращаются мертвыми. Потому что мы их подставили еще до начала сражения. Продолжение следует... Продолжение следует...